всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню классный супец почему-то мексиканцы считают его мексиканским хотя на мой взгляд рецепт вполне себе международный хочу заметить когда-то давно когда я был еще школьником мама меня просто таки закармливала разными супами а я их тихо ненавидел и всячески отбивался а вот сейчас прошли годы и для меня какой наваристый супец просто таки лучшая еда и я готов супы есть на завтрак на обед на ужин на десерт и поэтому самыми любимыми рецептами с большим удовольствием делюсь с вами сегодня очень простой для него понадобится чечевица бекон морковь лук чеснок острый перец протертые томаты или томатная паста и наваристый куриный бульон если у вас его нет то можно конечно готовить и на воде но сами понимаете да но бульоне будет гораздо вкуснее начинается процесс сварки чечевицы она у меня чистая и не требует ни перебирания не промывки если у вас не такая то переберите и промойте вообще есть такая странность мы почему-то имеют наша семья регулярно стали есть чечевицу только здесь в испании в россии почему-то не употребляли практически странно да потому что вкус классный варится ощутимо быстрее чем другие бобовые ну там фасоль горох короче ерунда какая-то бульон у меня всего литр и этого маловато сами видите поэтому долю еще литр воды и положу сразу парочку листиков лавра процесс пошел займусь нарезкой бекона это вареный копченый я его готовил методом сухой засолки ролик на канале давно уже есть если кому интересно вот щелкайте в уголок и смотрите можете конечно магазин использовать если он вас приличный но в наших краях приличного совершенно однозначно не купишь весь он какой-то с жидким дымом воняет неприятно он отправляется на сковородку на средний огонь пусть начинает обжариваться и вытапливаться потихоньку а я нарежу лук репчатый кубиками среднего размера по моему уже несколько роликов подряд я не напоминал почему важен формат нарезки забыли напомню нарежьте например соломкой а он у вас при обжарке в дальнейшей тепловой обработки при варке станет мягким и в ложке повиснет такими неопрятными не скажу чем вот как вот в этом специально снятом для канале примере бекон уже в отличном состоянии пора сюда лук класть а при нарезке кубиками такого безобразия не будет эстетизм тарелки очень важен кстати себя там чеченица чувствует прекрасно себя чувствует варить надо без сильного кипения так чтобы чуть-чуть побульки вала иначе может в хлам развариться я чесноком займусь его надо нарубить мелко опять же почему крупнее чем чеснок да потому что лук больше влаги содержит и после того как при варке его клетки полопаются и влага уйдет луковые кубики форму потеряют чеснок гораздо более сухой так что при варке форму почти не теряет скажите вот любишь ты под всякую ерунду теоретическую базу подводить да люблю чеснок отправляю на сковородку так ведь без теории одна глупость на кухне получается тут же думать надо ну и моркови надо очистить и нарезать для нее форма нарезки не важно а вот размер так что в ложке органично смотрелось я например на дух не переношу когда в тарелке плавает безобразие на терке на терке мне на такое даже смотреть неприятно не то что есть морковь уже отправляю чечевицы пока камера переставлял она уже минут двадцать как варится ну из-за жаркой надо последней процедуры провести как красота добавляю протертые томаты и нужен перчик для остроты разрежу его чтобы семена удалить и в таком виде можно класть перемешать конечно все оставляю томиться на 5-7 минут запомнили 0 записали завершим сборку супца зажарка отправляется в кастрюлю так вот и надо сразу посолить теперь бабулька и тихонько на слабом огне минут пять-семь так чтобы все вкусы ароматы перемешались и можно садиться за стол наваристый густой очень ароматный и я надеюсь острый такой супец исключительно хорош холодное время года давайте пробовать только не забудьте добавить кинзы мексиканцы по моему наблюдению без нее и за стол не садятся катка бульончика и чечевички обалденно насыщенный очень классный острый недостаточно надо было еще перца положить вот все таки не угадаешь здесь тот перец все положил острова но не сильно такого наверно как у меня можно два то и три стручка положить еще ложечку тащу с вашего позволения вместе с бекончиком ну-ка класс да конечно было бы вкусно и без куриного бульона но с куриным бульоном с хорошим домашним беконом ой я не удержусь извините готовьте чечевичные супы приобщайтесь к мексиканской кухне и вам будет счастье спасибо за компанию и всем пока спасибо за просмотр